Уважаемые друзья, здравствуйте! В регионе начинаются областные конкурсы для предпринимателей. Подробнее об этом расспросим нашего гостя в студии НТК-21, генеральный директор НКО «Фонд инвестиционное агентство ЕАО», руководитель Центра «Мой бизнес ЕАО» Михаил Юркин. Михаил Олегович, здравствуйте! Добрый день! Конкурсов знаю несколько, с которого начнем. Начнем с конкурса «Лучший предприниматель года». Проводится он уже четвертый год подряд. И в 2023 году он запущен, начиная с 19 января текущего года. Конкурсы в 10 номинациях у нас организуются. Это и сельское хозяйство, это и промышленность, сфера услуг, торговля. Отдельная номинация для молодых предпринимателей. Естественно, это общественное питание, сфера жилищно-коммунального хозяйства. Ну и так далее. За время конкурса более 150 предпринимателей приняли в нем участие. Оценивают предприниматели по ряду критериев специальная конкурсная комиссия. В состав комиссии входят представители деловых объединений. Это члены правительства нашей области. И в том числе сотрудники центра «Мой бизнес». Система оценки намного критериальная. Это и прирост выручки, это и численность рабочих мест, это и отсутствие заложенности по налогам и сборам. Ну и еще ряд критериев. Я считаю, что система критериев и оценок достаточно высоко объективна. Комиссия непредвзято четко по критериям определяет победителей. И в преддверии дня предпринимателя на самом высоком уровне, в торжественной обстановке победители получают ценные дипломы и подарки. Ну и признание, естественно, в чем эффект любого конкурса, это общественное признание того вклада в экономику области, который вносит наш бизнес. Наши предприниматели и люди рациональны, чествование, это все, конечно же, хорошо. Но чтобы он вот сейчас, глядя наше интервью, решил, а не поучаствовать ли мне, он же может этим как-то воспользоваться для дальнейшего успеха в бизнесе, для увеличения продаж других каких-то своих... Ну, конечно, несомненно, высокое общественное признание говорит о том, что бизнес предпринимателя, он стабилен, он развивается, легитимен, что бизнес социально ответственен, здесь я имею в виду создание рабочих мест и налоговую дисциплину и так далее. Поэтому, естественно, что те предприниматели, которые получают эту высокую оценку, и их вклад признается сообществом, да, они, естественно, заслуживают доверия, и можно доверять с ними, можно работать, сотрудничать. И я считаю, что это основной эффект от конкурса, его результатов для предпринимателей. Сбыт и на успех в любом случае повлияют, они жители. Несомненно. Ну, это так называемый Goodwill, положительная деловая репутация. Элемент положительной деловой репутации. Это очень серьезно и важно. То есть, именно от уровня доверия складывается желание покупать, приобретать, сотрудничать. Ну, а следовательно, это стабильность финансовых потоков, это возможность прогнозировать будущее свое, свое развитие, и, собственно, развитие бизнеса в нашем замечательном регионе. Наверное, для кредитов в банках, для каких-то дел с органами власти, это тоже полезно. Несомненно. Несомненно. Это полезно. И второй конкурс, он достаточно специфичный, он является одним из этапов федерального конкурса. Это конкурс «Экспортер года». Наш регион приграничный, да, более 550 километров границы с Китайской Народной Республикой. Мы знаем, это дружественное нам государство, наш давний партнер во многом. И бизнес еврейской автономной области, ну, так скажем, заточен на сотрудничество с партнерами в Китайской Народной Республике. И, несомненно, что конкурс «Экспортер года» – это, ну, своеобразное отражение структуры нашей экономики и деятельности. Он проводится по инициативе правительства Российской Федерации. И сама премия «Федеральный экспортер года» утверждена правительством России. Партнерами конкурса являются федеральные органы исполнительной власти, отраслевые министерства, это Министерство промышленности и торговли, Министерство экономического развития, Минсельхоз и Минцифры. И для подачи заявки на федеральный этап конкурса необходимо пройти отбор еврейско-автономной области. Также создается для организации конкурса экспертная комиссия, определенные критерии, сформированные в рамках реализации в нашей области регионального экспортного стандарта 2.0. Конкурс является неотъемлемой частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт», которая в том числе реализуется и в еврейской автономной области. И, соответственно, в прошлом году у нас в двух номинациях были определены две компании-победители, одна из которых получила признание и на окружном дальневосточном этапе, получила приз на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года в городе Владивосток. Это компания ВТК Инвест, экспортер в сфере промышленности. Он является у нас резидентом территории опережающего развития Морохенганская и сегодня активно развивает проект в Аблучинском районе, в поселке Пиракан. Они производят продукцию глубокой переработки древесины. Это доска, это клееный брус сушеный и, возможно, уже налажено производство отчасти древесных пилет. То есть технология полного замкнутого безотходного цикла. Компания достаточно перспективная и, соответственно, обеспечивает занятость в поселке Пиракан и прирост налоговых поступлений в будущем в казну и в резкофно области, муниципального района и, конечно, сельского поселения. И вторая компания, она также работает в Аблучинском районе, занимается добычей высокоценного минерала брусит и, соответственно, его экспортом, а также поставкой на внутренние нужды для российской экономики. Минерал востребован в сельском хозяйстве, он востребован в сфере ЖКХ, в металлургии брусит используется для производства белых стали, так называемых, легированных. Ну и во многих других отраслях еврейская автономобласть обладает достаточно значительными запасами этого минерала. По объемам балансовых запасов брусита мы находимся на втором месте в мире. Это высокая цена минерал, где содержание магния свыше 65%. Отсюда и высокая экономическая целесообразность по добыче. У нас это отличает от других карьеров по добыче мировых содержания? Конечно, да. То есть высокое содержание, как говорят геологи, жирный минерал, да, экономисты. При этом не одно десятилетие уже добываем, разрабатываем, и тем не менее еще запасов внукам хватит? Достаточно много. Ряд месторождений имеется в Октябрьском районе еще. Ну, собственно, природно-ресурсный потенциал в нашей области, он высок, плюсом приграничное положение, естественно, открывает достаточно широкие перспективы, и возможности, в том числе логистические. Губернатором нашей области, Слав Фарцовичем Гольштейном, на Восточном форуме, в частности, был презентован проект создания международного транспорта логистического коридора. Ну, это ввиду открытия новых возможностей по экспорту и импорту в связи с вводом мостового перехода, Тунизиан-Нижнеленинская. И, соответственно, вот уже свершилось событие по включению предмостовой территории, ну, ряда земельных участков в состав территории опережающего развития Морохенганская. То есть я считаю, что это очень замечательное событие, своевременное, и оно откроет перед нашей областью новые перспективы, не только в части добычи, переработки, полезных ископаемых, сельского хозяйства, но и еще в вопросах логистики. В деловых кругах вызвало это интерес? Ну, конечно, да, естественно. Это можно наблюдать в том числе и публикациям в СМИ федерального значения различного. Нашим переходом, нашими площадками интересуются, и, соответственно, планируют выстраивать бизнес? Конечно, да, интерес достаточно высокий. К открывшимся возможностям. Смого гостеприимно ждем. Конечно, несомненно. Кроме этих двух экспортеров в этом году, что ожидается, есть ли экспортеры, будет ли кто-то всерьез претендовать на высокое звание? Ну, я думаю, да, в этом году список претендентов, я думаю, расширится, ввиду того, что мы все понимаем, озвученный президентом вектор разворота на восток, и, как я уже сказал выше, открывает большой интерес к выводу на экспорт продукции российских товаропроизводителей и еврейская область, естественно, не является исключением. Приграничное положение открывает большие возможности для экспорта, и многие компании всерьез интересуются экспортом, выстраивают свои логистические цепочки сегодня с ориентацией на нашего большого южного соседа Китайской Народной Республики. Что мы можем нашему соседу и миру предложить? Ну, естественно, мы можем предложить продукцию сельского хозяйства, мы можем предложить продукцию лесопереработки, мы можем предложить продукцию нашего горнодобывающего сектора, ну и, конечно, мы можем предложить нашу логистику, наши площадки для выхода импорта на российский... Это тоже товар, тоже услуга, сервис? Да, конечно. А малый бизнес в экспортном процессе может участвовать? Несомненно, конечно, может участвовать. А вне объемов вроде бы ничего такого нет? Для этих целей созданный в Центре мой бизнес Центр по поддержке экспорта организует работу по обучению малого предпринимательства в вопросах выхода на экспорт. Мы содействуем размещению продукции на электронных торговых площадках, в том числе на специализированных. Здесь я имею в виду, например, площадки, позволяющие продавать лесопромышленную продукцию, ну в том числе всем известные ЛИБАБА, российские маркетплейсы Озон, Валберис, вот сегодня по поручению Министерства экономического развития в Центрах мой бизнес активизируется работа по содействию размещению продукции на площадке Озон. Это российский известный маркетплейс, наверняка многие, пользуются его услугами, ну и судя по тому, сколько точек открылось сегодня. То есть можно там не только кроссовки купить, но и эшелон лесопродукции. Ну и например, да, можно в этом бизнесе поучаствовать напрямую с какой-то своей продукцией определенной. А электронный рынок, где продавец и покупатель находят друг друга, и это может быть в любых объемах, по любым товарам? Конечно, в любых объемах. В том числе мы содействуем выводе на экспорт путем поиска партнеров в зарубежной стране, есть такая услуга. Компенсация части логистических затрат на передвижение товаров по территории России. Ну, часть это до полумиллиона на одного экспортера. Есть такая возможность компенсации затрат. Это организация участия в международных выставках. Они проходят как на территории России, так и за ее пределами. Ну, сегодня, конечно, список стран, он достаточно сужен. Это дружественные нам страны. Монголия, например, Казахстан, Успекистан, Китайская Народная Республика, Индия, Вьетнам, ну и так далее. Были поиски в эти страны бизнес-миссии? Ну, они планируются у нас в этом году. Вот одна из ближайших – это бизнес-миссия в Монголию. Планируем ее на конец марта, начало апреля. Поэтому приглашаем в бизнес. Заинтересовано в налаживании отношений с Монголией к участию в этой бизнес-миссии. С Монголией была заинтересованность в продукции Биробиджанского обувной фабрики «Росток». Там как-то развились события, дела пошли? К сожалению, пандемия вмешалась в этот процесс, и, соответственно, связи прервались. На период пандемии, это достаточно длительный период. Мы планируем оживить достигнутые контакты и договоренности. По итогам визита в Монголию в 2019 году, соответственно, уже налажен контакт с торгпредством в Монголии. Мы получили официальное письмо от руководителя торгпредства в Монголии о содействии в организации этой бизнес-миссии. Получили список потенциальных интересантов монгольских компаний с перечнем индуклатуры продукции, которая была бы интересна. Сегодня это находится в работе. Плюс я хочу отметить, что торгово-промышленная палата Еврейской автономной области очень активно подключилась к организации работы по участию нашего бизнеса в этом мероприятии. Ну и, соответственно, я полагаю, верю на успех. Верю, что мы достигнем определенных уже твердых соглашений, контрактов с нашими монгольскими партнерами. Чтобы товар-деньги, схема начала работать реально. Да, хотелось бы, конечно, скорее, чтобы эта реализация пошла, и все препятствующие этому факторы утратили всякую свою силу. Михаил Олегович, мы говорили о конкурсах. Ну, наверное, давайте пригласим заинтересованных предпринимателей и незаинтересованных тоже заинтересоваться и подключиться. Уважаемые предприниматели, вся команда, Центр мой бизнес приглашает вас к участию в конкурсах. Лучший предприниматель года, экспортер года. Напомню, что заявки принимаются до 31 марта. Подать ее можно любым удобным способом. Можно лично прийти в Центр мой бизнес. Мы всегда рады видеть каждого из вас. Наше местоположение достаточно понятное, оно очень удобное. Самый центр города Биробиджан, проспект 6 лет ЕСР-12А. Это здание многофункционального центра. Расположено мы на первом этаже, поэтому доступность очень высокая. Приходите. Либо вы можете позвонить по многоканальному телефону 8 800 550 85 79. Либо написать на наш официальный адрес электронной почты. опи.ео.собакопост.ео.ру. Либо подать заявку на нашем портале мойбизнес79.ру. Приходите, участвуйте, дерзайте. Верим в вас, помогаем вам, работаем для вас. Пусть победит лучший, ну и другим тоже будет стимулом к развитию. Михаил Олегович, спасибо за полезное интервью и за ту работу, которую вы делаете по культивированию нашего бизнес-сообщества, которое все равно обязательно сыграет положительную роль в нашем общем процветании. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин